Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Карина. Сегодня у нас будет видеообзор на косметику. Это корейская уходовая косметика марка V-Green. И если вам интересно это видео, то, конечно же, оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. И мы начинаем! Ну а перед тем, как начать это видео, конечно, я вас прошу поставить мне палец вверх на это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. И поехали! Я вам хочу показать в этом видео три продукта марки V-Green. V-Green, немного о марке. V-Green корейская косметика уходовая. По уходу за лицом у них не так много продуктов в линейке. Но они, судя по описанию и судя по отзывам на YouTube, я некоторые отзывы посмотрела. Не так много, но посмотрела. Очень-очень классная компания, очень дружелюбная компания. Эко-компания. То есть у них даже упаковки сделаны такие, что они как бы картонные, да? То есть для переработки пригодные, конечно же. И здесь, смотрите, эта компания не тестирует свою продукцию на животных и использует полностью экологически чистые продукты. То есть которые как бы хороши и для кожи, и для природы. Это веганская косметика. Итак, давайте начнем. У меня здесь, вот кстати, я вот сейчас тестирую. Последние недели две, наверное. Наверное, на греческом видео я чуть-чуть рассказала, на русском я вам, в канале я вам сказала, что я чуть-чуть позже сниму, расскажу, да? Потому что я все-таки была еще в плане тестирования этой косметики. Итак, здесь у меня первое из продуктов – это серум. Это сыворотка для лица. Ближе к кусочке я вам покажу, как я это использую. То есть вообще у меня такие классные впечатления, на самом деле, об этой косметике. Называется Nature Mucine Serum. Здесь, так как эта косметика веганская, то здесь не используется фермент улитки. Но здесь используется дикий ямс. Дикий ямс – это такое растение, ну, зеленые листики сверху. И клубни, такие, знаете, как дикий батутат, по-моему, называется. В общем, дикий ямс называется это растение. И почему его используют и название этой сыворотки, да, вот этой серии Mucine. Потому что это фито, получается, как бы, альтернатива улиточной слизи, улиточному муцину. Но именно природный компонент. То есть все свойства действия, да, как улиточный муцин, но так как это веганская косметика, без использования животных. То есть они, вот эта компания нашла такое растение, вот дикий ямс, который, свойства которого схожи вот именно с улиточным муцином. Это очень интересно. Я впервые, на самом деле, такое узнала, потому что все мы любим и корейскую косметику, да. Ну, большинство людей. Я не видела, еще не встречала ни одного человека, который не любил бы корейскую косметику. Но мы все знаем корейскую косметику именно по улиточному муцину. А оказывается, можно получить такой же эффект, но без улиток. Оказывается, с дикого ямса. То есть для меня это открытие, на самом деле. И так же, наверное, как и для вас сейчас. Так что, девочки, если вы заботитесь, например, что для вас важно, чтобы была веганская косметика, чтобы cruelty free, да, вот это вот все было. То есть вам сюда именно. Ссылки на косметику, где они продают, да, вот эти крема, сыворотки, я оставлю в инфобоксе под этим видео. Они мне предоставили два магазина, где вы можете посмотреть, да, эту продукцию. Ну, в общем, ссылочки в инфобоксе. Итак, первая сыворотка, да, здесь 50 мл. Использую ее утром и вечером, после очищения лица, перед нанесением крема. Отличная такая, знаете, как основа под крем. Именно такая, ну, знаете, как сыворотка, улиточная сыворотка, но отлично впитывается, защищает, делает такой как бы барьер на коже. Вот именно в плане того, что у вас кожа будет всегда увлажненная, да. А как еще вот эта вот слизь, да, работа слизь? Ну, как эта сыворотка работает? То есть и регенерирующие свойства имеет, и антибактериальные, то есть и увлажняет. В общем, классный продукт. Вот здесь у меня, кстати, вот уже, ну, сколько, вот так, да, как бы я использовала, потому что я использую утром и вечером. И вообще я просто довольна этой сывороткой. Она абсолютно без запаха, абсолютно ничем не пахнет, моментально впитывается. Расход, кстати, отличный, так что, девчонки, советую вам, обязательно присмотритесь. Здесь есть удобная помпа, здесь, кстати, защитный колпачок, удобная помпа есть. И выдавливается вот именно то количество продукта, которое необходимо. То есть можно побольше выдавить, можно поменьше. Я, если хочу, например, конечно, на шею нанести, да, вот как сейчас я нанесу на шею. То есть можно чуть больше выдавить. И в любое время, то есть если почувствовали какое-то шелушение вдруг, да, или какую-то сухость на коже, вообще отличный продукт, просто нанес, моментально впиталось, и такое, знаете, уже более освежающий какой-то эффект, наверное. То есть мне очень понравился этот продукт. Кстати, какое количество находится именно вот этого дикого ямса в этой сыворотке? Здесь находится 68% дикий ямс, да, вот именно вот этот ингредиент. Также содержится здесь пантенол, который также регенерирует и увлажняет вашу кожу. Также укрепляет кожный барьер и повышает жизнеспособность кожи. Данная сыворотка не содержит искусственных каких-то ароматизаторов, минеральных масел, а также парабенов. Состав просто прекрасный. И не содержит продукты животного происхождения. Окей, поехали к следующему продукту. После нанесения сыворотки утром, либо вечером, да, либо и утром, и вечером я наношу крем. Смотрите, у меня здесь даже два крема есть. Первый, давайте уже с этой линейки начнем. Это тот же самый, та же самая линейка Vigreen Natural Mucine Cream. То есть этот крем с таким же фито-муцином, то есть из дикого ямса, из вот этого ингредиента. Это та же самая серия. Подходит и на утро, и на вечер. Потому что крем имеет такую достаточно легкую основу. То есть он в то же самое время супер классно увлажняет. Очень быстро впитывается. Чуточку кажется по плотнее, пожирнее от следующего крема, который я вам покажу. Но я его люблю больше использовать, конечно, на ночь, потому что он более как-то плотный, более такой, ну не то, что жирненький, но именно с таким более глубоким увлажнением и питанием этот крем. Поэтому я его привыкла использовать на ночь, потому что для утра я использую другой крем, который имеет более легкую основу. Что я хочу сказать еще насчет этого крема. Даже если вы нанесете его и утром, то есть он точно так же легко, быстро впитывается в кожу, не оставляя каких-то следов, каких-то, знаете, таких как проплешин. Я не знаю, то есть если вы наносите потом тональную основу, у вас не будет никаких проплешин, потому что это все быстро впитывается. Но так как я утром люблю использовать более какие-то легкие основы, вот именно у кремов, то есть более такие гелевые, более легкие, более водянистые, наверное, поэтому на утро я для себя выявила, что мне больше нравится использовать следующий крем. Этот крем называется Daily Monster Cream 730. Я сначала не поняла, то есть это такой увлажняющий ежедневный крем, питающий, увлажняющий ежедневный крем. 730. Я не поняла, почему 730. 730. Оказывается, что, смотрите, в году 365 дней. Умножаем на 2, получается 730. То есть мы этот крем можем использовать как минимум 2 раза в день. То есть очень легкий, очень подходящий под все типы кожи. В любое время наносим, в любом месте наносим. Я не знаю, это такая классная вещь. Именно подходящий крем для всех, для всех типов кожи, для любой ситуации и так далее. Здесь прямо так, где-то я видела, написано, что, в общем, у них как хэштеги, да, идут такие, что в любое время, в любом месте, то есть мы используем такой крем. То есть вообще не напрягающий крем, тоже, опять же, без запаха, без каких-либо душек, без силиконов и так далее. Почему я для себя выявила, что этот крем мне больше нравится на утро? Потому что, как я уже сказала, он как будто вот кажется по ощущениям немного легче основа, чем у вот этого, который с фитом муцином. Смотрите, здесь все то же самое, тюбик такой же, как у зубной пасты, наносится легко, очень легко, так же, как и предыдущий крем распределяется, но у него уже более такая какая-то скользящая, что ли, основа. Вот как будто, не знаю, как вам объяснить, как будто что-то скользкое легко ложится на лицо, распределяется, впитывается моментально и ощущается такое как-то, как барьер такой, знаете, вот именно, как будто вы постоянно увлажняете кожу. То есть вот так, да, как если своими словами сказать. Ну и, конечно же, тональная основа потом ложится, просто прекрасно, просто скользит так хорошо по лицу и ничего не смазывается, в общем, классный, классный, абсолютно запаха нет. Данный крем содержит сквалан, это, я вот как раз сейчас открою, открыла интернет, да, чтобы вам сказать более точно, что такое сквалан. Сквалан – это компонент, который содержится в косметике, в уходовой. Выражаться языком химиков, сквалан – ненасыщенный углеводород. Маслянистое вещество играет немаловажную роль в организме живых существ, включая человека. При дефиците, естественный компонент липидной мантии – производная сальных желез. При его дефиците замедляется нормальное отшелушивание кожи и появляется киперкератоз, то есть утолщение рогового слоя. В общем, еще здесь пишут, что вот этот компонент в коже после 30 лет снижается, и таким образом нужно его повышать, чтобы был барьер, да, на коже, вот именно, чтобы кожа сама себя, я не знаю, как защищала. И поэтому этот компонент содержится в этом креме, и нанося этот крем, то есть мы его, как бы, этот компонент восполняем, да. Восполняем для чего? Чтобы, опять же, не было сухости кожи. То есть таким образом кожа у нас получается увлажненная, напитанная. При всем при этом у нас нет какого-то утяжеления, да, кожи, то есть нет вот этих вот маслянистых каких-то ощущений на лице. Девочки, вот еще одну такую важную, да, информацию я тут увидела, что вот этот компонент сквалан, он работает как кожный липид, удерживает влагу в коже и защищает ее от негативных воздействий внешней среды. То есть борется с шелушениями, с сухостью кожи. Ну и, конечно же, предотвращает преждевременное старение кожи, поддерживает ее эластичность. Все, девочки, вот так вот кратко я вам рассказала про данную косметику. Безумно рада, что мне прислали на обзор эти крема, эту уходовую косметику. Я вообще любитель корейской косметики, наверное, так же, как и вы все, потому что если вы смотрите это видео, то вам тоже это интересно, наверное. И, да, заканчивая сейчас на этом, буду продолжать использовать данные крема и сыворотку. И, надеюсь, вам понравилось это видео, было для вас информативным, полезным. Может быть, вы для себя открыли новую марку, так же, как и я для себя ее впервые увидела вообще, потому что я раньше не слышала про эту марку. Спасибо компании за предоставленную возможность тестирования их продуктов. И сейчас я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. А мы увидимся с вами в следующем видео. Целую, обнимаю, пока-пока и до новых встреч! Продолжение следует...